Всем привет! Меня зовут Даша, мы на моём канале! Продолжаю я этот марафон, снимаю в воде каждый день. Просто каждый день их выкладываю, каждый день снимаю, выкладываю просто пачками. Значит, я делаю вкусный завтрак из картофеля и яиц. Довольно, кстати, быстрый и простой. Уже у меня варится картошка. У нас владельник и картошка была. И я что делаю? Сейчас почищу чесночок и сделаю суперскую днямку на завтрак. Картошка варится, но она ещё не сварилась. Ей ещё минут 10 варится. Вот где-то так, от силы. Вот, ну, я сегодня не сплавлю сходить по работе, по делам рабочим. Вот, потом, если рабочее дел зайти в магазин, ещё купить корма, корма 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 купить, ямки купить, ещё пачку фарша, потому что мы за сегодня съедим то, что мы вчера купили по фаршу. И нужно будет новый фаршик, как будто и ни было, в любом случае купить. Вот, и попытаться всё-таки запустить компьютер, потому что у нас он не запускается. Ну, не хочет компьютер работать, понимаете? Немножко уже проснулся практически, но он ещё подрёбывает. Я его сейчас сильно не бужуевно, потому что я доделаю его завтрак, и когда я завтрак доделаю, тогда я смогу его толкануть и сказать, что приходи кушать. А пока у него ещё всё в процессе, так что толку? Немножко встанет, ну, и ходить, курить, ещё что-то. Ну, пусть лучше отдохнёт. Вот, у него сегодня немножко выхлопной, вчера Лёшка тоже ездил, но Лёшка работал эти несколько лет, он работал, знаете, вот такая сезонная работа, там сбор ягод, там сбор клубники, малины, там ещё чего-то собирал. Но сегодня Лёшка не поехал, потому что там изменили цену, зарплату изменили, немножко маленькую сделали, ну и помимо цены штучек поменяли. В общем-то, понятно стало, что оно того не стоит, не рентабельно кататься туда-сюда. И это хорошо, что Лёшка, работая на этой малине-клубнике, да, там была как малина, так и клубника. Хорошо, что Лёшка не тратил на проезд, потому что его отвозили на работу и точно так же забирали с этой работы. То есть очень это было прекрасно, но там слишком капец. Там женщины такие тюремного типа работали, с шутками ниже пояса, всё остраюное. И уж поверьте мне, оно того не стоит. Там платили-то всего тысячу, ну, он видит в таком формате, но это тысяча реально того не стоит, поверьте уж. Этих нервов даст мой работой. И всего остального, оно не стоит. Уже лучше поискать ещё, чем работать там, где пипец. Ну, я сейчас сделаю, значит, блюду, которое я собралась готовить. Чесночное масло, в этом порядке. Мне нужно будет смазывать эти чесночное масло в готовые изделия. Ммм, классный запах. Удобное место, кстати, с него и меня видно, и видно, чего я там делаю. Не, ну, картошки ещё рановато, ей бы ещё вот чуть-чуть постоять. Ну, и пускай это время немножко стоит. Так что сегодня будут великие масштабные планы, которые уже будут выполнить. Вот, я ещё чай не пила так, продравши глаза, только вот такая вся, знаете, ещё сонная. Но, тем не менее, уже делаю завтрак. Ребята, я сразу разбила три яйца в стаканы, видите, потому что я прекрасно знаю себя, понимаю, что у меня не получается всегда в сковородку ровно разбивать яйца, поэтому лучше их ровно в стаканы разобью, вот по таким стаканчикам, и потом моем, моем, моем всё в сковородку. Но до яиц ещё, ой, как далеко, потому что я ещё там картошка в духовке достаиваю, которую у меня яйца будет добавлено, а потом уже яйца, поэтому... Поэтому изначально картошка. Вот, в общем, делаю вкусняшку. Позвонила Растеряком, сказала, что интернет привезут 9-го, это прекрасно, он прекрасно учусь о ком. И хотя бы сделать ком до 9-го, но, если даже они подрубят хотя бы сюда, подключат им, да, как бы интернет, и будет хотя бы мобильный интернет быстрым, это уже будет очень неплохо. В любом случае. Всем привет, меня зовут Даша, вы на моём канале, у нас офигенный завтрак, это хлебушек. Это картошечка с чесночком, с маслечком, с приправками, это яйца обжаренные, и это хлебушек. Вот такой вот у нас офигенный завтрак, с травами, со всякой вкусняшкой. Всем приятного аппетита. Ребята, вы писали, короче, под роликом срочно, о том, что иди работай, там и всё такое, я не против, да. Я, как вам сказать... Я согласна работать, я согласна выходить за сменой, и всё проще. Значит, я пришла на днях собеседования, я просто расскажу чуток, чтобы вы знали, да, как, чего у меня происходит. Я прошла собеседование, то есть, как бы, по результатам собеседования меня взяли на обучение, которое, собственно говоря, оплачивается. Ну, то есть, обучение не бесплатное, абсолютно. Вот, это работа у меня, это салон связи МПС, трудовец-консультант в этом салоне связи. Буду я работать. Вот, а сегодня... А сегодня мне нужно приготовить, будет, покушать. Я это сделаю. У меня ещё хоть боль. Как бы, в любом случае, не рабочий день. Завтра я иду к девяти на обучение. Сколько я пробуду на этом обучении? Ну, вот, сколько работает магазин-то. Салон связи-то. Ой. Сколько этот салон связи-то? Работает по времени? С девяти и до шести. Если он закрывается в шесть, Это значит, что в шесть я уже оденусь и его готовлю. А сейчас я занимаюсь обедом или ужином. В общем-то, ужином даже больше, я бы сказала, приготовлением. Это будет пюрешка, потому что мы её очень давно ели. А я её обожаю. Это моя, в принципе, любимая картошка. Если мы говорим о картошке. И также я хочу очень сделать, и в принципе, я это сделаю. У меня есть подливка с ремесными шариками. Угу. 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 Никто не отменял бытие посуды после завтраков, обедов и всего прочего. Поэтому это сделать тоже, к сожалению, нужно. Я не люблю мыть посуду. Я очень рада тому, что мне предваряли вакансию. Да? Посудомочиться. Да, до вечера мыть посуду в военной части. Но я что-то так поклевала, носом поклевала. Сказала, нет. Не пойду. Потому что я, как минимум, не люблю мыть посуду. Как во всём, когда я мою посуду, меня тошнит. Ну и, знаете, куча-куча таких мелочей. Вот. Вот. И, я уже говорила, нет, о радость. Нам 9-го числа едут подключать интернет. Дай бог, чтобы до этого времени включился компьютер. Потому что, блин, очень надо. Ну, очень просто интересно, надо, важно и всё прочее. Что же мне? Такие, знаете, как сказать. Такие мы люди. Проблема на проблеме, блин. Проблема и погоняет. Так. Куда положила этот, ребята? Кто его зовут? Как его зовут? Тряпочку. Я вот сообщала, что я собираюсь сделать ужин. Ну, и обед. Не столь важный для ужина. Это будет... Это будет классно. Вот. Надо я, к сожалению, ребята, ни обед ни уже не сделаю. Уже... Ну, как бы... В случае чего... Ну, на самый крайний случай... Лёшка завтра дома будет. Мне кажется, Лёшка всё домой с ним это сделает. Вот. В принципе... В принципе-то так. Потому что завтра я... эти вещи... Я, кстати, нашла для себя опять-таки вот эту интересную идею из пакетов. Когда ты там чистишь картошку, к примеру, и очисти сразу в кулёчек. И этим я и пользуюсь. И ещё сегодня мы к девяти пойдём к танку, ребята, к нашему. Ну, который здесь у нас в районе. Вот. А потом неизвестно. Возможно, нас опять пригласят в гости, а возможно, и не пригласят. Как, знаете, как пойдёт. Будь как будет. Надеемся на то, что... Будь как будет. Но, тем не менее. Вот. Так что и вам тоже хорошее настроение. Я уже сказала, что готовить, ребята. И в связи с этим, надо сказать, напишите, что вы готовите на завтрак, на обед, на ужин. Какие у вас такие популярные блюда в вашей семье. У нас кошка любит на шкафу спать. Кс-кс-кс. Кисенька. Хуй, красавица. Ушки, ножки, красивая девочка. Это Сани. Ребят, наступило то время, когда нужно одевать куртку. Когда холодно, когда бррррррр. И всё прочь. Нужка затаскивает. Котай идем тебе его. Это покажу. Ваше интервью, ваше слово. Сейчас он тебе все скажет, что думает по поводу того, что его не выпускают гулять в коридор. Заходите. Заходите! А то тут ещё есть норовящее выйти. Машки. Поварки. Так, тигра, иди сюда. Ай, ещё там тигра. Ещё же её очень поймают. Македра — сложная задача. Она ж мелкая просто. Мелкая, ёркая и быстрая. Будете хорошо тебя везти, мы его мелко купим. Да. Ой, ребят, я делаю себе чай, завтра у меня обучение. На этом какого-то тессе. Первый день обучения. Меня очень удивило то, что когда я им позвонила, я с ними общалась, я им пять раз сказала, что но, у меня нет гражданства Украины. Вот вы пишите в комментариях, иди работай. Где? Без гражданства. А до кого? Где пошла работать без гражданства в Турции? Ну, если вы знаете свою локацию, то я, конечно, с удовольствием к ней приобщусь, и буду работать в целом, как будто. Вот. Я у них детей раз спросила, точно всё нормально? Точно? Они говорят, да, только паспорт снил СНН. Меня это, конечно, насторожило, потому что всегда, даже если не официально управляешься, нужно подтверждение, что ты гражданин, то есть, ребята. У меня, в принципе, есть, но как бы подтверждение-то в любом случае нужно. И вот меня это насторожило. Ну, думаю, ладно. Может, у них какая-то, ну, не знаю, система особая, ещё что-то. Фиг его знает. Ну, ничего, завтра посмотрим. Это такое коротенькое видео, знаете, получилось. Но сейчас я просто, чего делаю? Пьём чай, молимся и ложимся спать. Потому что завтра в девять мне нужно уже быть на месте. Ну, туда ещё доехать минут... Сколько? Минут... Минут десять-пятнадцать туда е... Ау! Туда ехать, как бы, тоже, скажем так, время. Вот. Я помыла голову с чистенькой головой перед работой. Сегодня хотели в гости пойти, но потом поняли, что нужно, короче, отдыхать, потому что завтра на работе. Ну, то есть, всё такое, в общем, как-то так. Сказали надеть что-то неброское, в принципе. Я подобрала образ вот этой футболки, сверху рубашки, потому что холодная куртка и такие тёмные штаны с тёмными кроссовками. То есть, это, в принципе, неброское. Ну, и посмотрим, что завтра скажут на обучении. То есть, если мне понравится, они сказали, то мы продолжаем дальше. Если не понравится, то, ну, типа, мы как-то разойдёмся, не разойдёмся, в общем-то, как-то так. А это видео я буду заканчивать. Так что, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать. Всем хорошего настроения и всем пока. А, кстати, это обучение, забыла сказать, салон связи МТС, ребята. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА